Почти пустые коридоры в городских поликлиниках – картина для глубокой зимы не совсем привычная и даже удивительная, но объяснимая заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Брещене сегодня характеризуется низкой интенсивностью. Ее уровень сегодня ниже на 30%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Эпидемический процесс развивается своим чередом, по своим законам, по прогнозу Национального центра по гриппу нашего. У нас подъем заболеваемости ожидается конец января-февраль месяц. Болеющие, конечно, имеются, однако число их невелико. В структуре заболеваемости преобладает, как всегда, самая незащищенная категория населения – дети. А потому с целью недопущения распространения инфекции с 11 декабря в учреждениях образования введен комплекс дополнительных профилактических мероприятий. Увеличено количество влажных уборок и проветриваний, усилился контроль температурного режима. Под особым наблюдением ситуация в медицинских учреждениях. Школьники, как правило, болеют тяжелее, чем взрослые. И процент привитости школьников, ну, по крайней мере, по нашей поликлинике более 75%, я считаю, что очень хорошо. И это гарантия того, что и в этом году, как и в прошлые годы, школы на карантин закрываться уже не будут. В нашей поликлинике отслеживается ситуация по гриппу. То есть мы еженедельно берем несколько мазочков у детей, которые заболели так называемыми гриппоподобными заболеваниями. Пока вирус гриппа у нас в поликлинике еще не выделялся ни одного ребенка. Полноценное сбалансированное питание, здоровый образ жизни, здоровый сон. Следует избегать места скоплений людей массовых и пользоваться поменьше общественным транспортом, если есть такая возможность. Если, конечно, уже необходимо посетить место такое и воспользоваться транспортом, то лучше воспользоваться респираторной маской. Медики констатируют, во многом прививочная кампания поспособствовала снижению уровня заболеваемости. Свыше 40% от общего числа горожан защитились самым эффективным способом, заблаговременно получив прививки против гриппа. В Брестской области в 2017-м привито порядка 530 тысяч человек. Этой зимой гриппом пока никто не заболел. Грипп всегда сопровождается очень высоким уровнем интоксикации. Это повышение температуры в первые не только дни, но и часы. То есть пациент может сказать не только день, но и час, когда он заболел. Температура повышается до очень высоких цифр – 39-40. Проявляются симптомы общей интоксикации – это выраженная головная боль, выраженные боли в мышцах, что характерно для этой инфекции не только в мышцах общих, но и в глазных. То есть человеку больно даже двигать глазами. Несмотря на хорошие показатели, сегодня пренебрегать профилактикой не стоит. Впереди еще полтора месяца зимы. К слову, это именно то время года, когда подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями правит бал. Прогнозируется, что будут циркулировать штаммы вирусов гриппа А и Б. Помните, что инфекции не любят проветривание, влажные уборки, здоровый образ жизни и хороший сон. Эти факторы для них губительны.